Как мы уже и говорили до этого, конфликт между Фейсом и Моргенштерном еще только разгорается, но вот сегодня, кажется, он находится на своем пике. Вчера весь день в телеграм-каналах обоих исполнителей появлялись сообщения с прямыми оскорблениями друг друга, ну и этого оказалось мало. Конфликту присоединился Кизаро, который тоже вставил свои пять копеек. В общем, отношения между Фейсом и Моргенштерном теперь вряд ли когда-либо придут в норму, а закончится такое противостояние может Дисом или просто полнейшим игнорированием друг друга. Что ж, сегодня мы вам расскажем, как Иван и Алишер продолжают наращивать темпы конфликта, а также порассуждаем о позиции Кизаро. Также настоятельно просим вас подписаться на наши резервные каналы, ссылки на которые будут в описании. Что ж, давайте приступать. Что ж, давайте начнем с того, что у себя в телеграм-канале выложил Фейс. Он написал довольно много текстовых постов, выдержки из которых мы здесь и покажем. В общем, вот что написал Иван. Не понимаю эту позицию в духе «я музыкант, что вы ко мне пристали» и все в таком духе, а ничего, что ты в первую очередь человек, а потом уже все остальное. Бесит позиция «я не буду ссорить своих слушателей». Чуваки, ваши слушатели без вас друг друга ненавидят и будут это делать очень долго. Процесс, к сожалению, запущен. Возможно, только вы и в силах хоть как-то их помирить друг с другом. И сделать это можно только правдой, а не тактикой каталиапольда и нейтралитета. Такие тактики идут только вам на пользу и все это понимают. И то польза это краткосрочно. По сгоранию пятой точки я видел, случилось нехило, значит все в точку. На этом тему закрываю. Общаться смысла не вижу ни с кем из подобных людей лично, пока они не поумнеют хотя бы в базовых вопросах. Чего я им очень сильно и искренне без сарказма желаю. Потому что все проблемы человечества от глупости. А когда она исходит от медийных людей, это еще страшнее для всех нас. Да, все эти слова, конечно, относятся к тому конфликту, который начался после интервью Фейса для Юрия Дудя. В отрывке мы не стали цитировать прямые наезды Ивана на Алишера, потому что они были написаны в форме миниатюры, где вымышленный судья, предъявляет Моргенштерну обвинение в двойном убийстве в результате изучения судебного дела. А Алишер якобы отвечает, что судья смотрит на мир в 2D, то есть плоско. Это отсылка от Ивана к тем словам Алишера, когда он говорил об ограниченной с точки зрения Моргенштерна позиции Фейса. Естественно, Алишер не стал долго ждать и в своем телеграм-канале тоже написал очень много текста. Вот выжимки из его сообщений. Умный притворяется тупым, умном. Тупой притворяется умным, тупо. Ты так долго думал над ответом и все равно написал чушь. Суд изучил материалы, которые один проверенный человек скинул. Я сначала не верил, а потом поверил. Суд изучил материалы, а потом умножил на 10. Иван Зола, разлагинься, у тебя скоро деньги кончатся и посмотрим, как ты запоешь. Последнее предложение про деньги это совсем не пустые слова. При условии, что Фейс удалил все свои треки с отечественных стриминг-платформ, в его распоряжении остаются только зарубежные площадки, которые прекратили свою деятельность на территории РФ. Уже дошло до того, что Иван в своем телеграм-канале просит своих подписчиков установить специальную программу, которая поможет слушать его треки через Spotify. Таким образом, у Ивана остаются лишь крохи нелегального стриминга, старые сбережения и перспектива концертов в странах, где есть русскоязычное население. Например, в Польше, Чехии, Прибалтике и в странах СНГ. Но вопрос в том, что для таких концертов нужны нехилые логистические усилия. Впрочем, мы все равно надеемся, что Иван все свои ходы просчитал заранее. Также в своих сообщениях Моргенштерн припоминает Ивану слова, которые тот сказал на интервью Дудю по поводу про кремлевской направленности его СМИ и Моргенштерн. И, помимо прочего, называет Ивана Фейса Иваном Зола. Вот отрывок про канал «Не Моргенштерн». В том числе, да, мне один человек, который рассказывал всякие разные инсайды, вот, потому что частенько ему приходили всякие разные там предложения, там, «Газпром медиа» и вот эта вот вся движуха стрёмная. Вот, они ему, как бы, рассказывали, ну, какие-то там, в процессах их предложений, ну, вот, для меня какие-то инсайды от него доходили. Я в них даже не верил, но потом, когда они начинали сбываться, я как-то верил. И вот, да, он мне такой с полной уверенностью сказал, что вот его вот этот телеграм-канал, он исходит, как бы, ну, при поддержке Кристины, или как ее зовут, Потупчик, который еще из движения «Наши», которая занимается, ну, чуть ли не главный, вот, человек в политической... Реакцию редакции «Не Моргенштерна» на такое высказывание мы уже освещали. Нужно сказать, что в восторге от такого, конечно, не были. Но сам Алишер вчера пошел еще дальше и начал записывать видео в свой телеграм-канал, где вновь и вновь проходился по фейсу. Ванечка, Ванечка. Прикиньте, просто чел полтора часа затирает про то, какая власть отвратительная, как все х***о, какой я герой, я против них, я их ненавижу. А потом задают вопрос, оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Сложный вопрос. Блин, концерты, концерты же запретят. Воздух, мне воздух, мне воздух жалко. Давай, слушай, если уж ты решил занять позицию «Я против», «Я за мир», «Я пацифист», так скажи это, скажи что-нибудь про Путина, давай, ну скажи что-нибудь про Путина. Нет, нет, вот так, вот так, схлопнулось. Щеночек, ужасно, противен, отвратительен. Сверху посты были проплачены Кремлем, если что, если что. Маленькую поправочку внесу, занять позицию не пацифиста, да, потому что, ну, пацифиста-то одно, а занять позицию антироссийского, да, если ты против, против России. Давай, ну давай, ну скажи что-нибудь, давай. О, деньги на карту пришли. Блин, в этой всей ситуации даже, знаете, бесит не глупость одного мальчика, да, а я сам себя бесу, потому что все это время я был фанатом, ну, просто, недоразвитого человека, что ли. Блин, и типа, как-то даже перед собой стрёмно. Ладно, двигаемся дальше. Всем желаю развития роста 3D-мышления, да, чтобы судье материалы не изучал, ладно, сладкий снов. А, а, ой. Возможно, ошибка в том, что я сушу по себе, потому что я тоже притворяюсь тупым часто, потому что это выгодно. Ну, небольшой инсадик, да. Но он не притворялся, сука, он не притворялся, он реально тупой. Али Шер продолжил давить на фейсы и призывать его озвучить свою позицию чётко, дабы понять, что он не боится отмены своих концертов в России. Справедливости ради, Иван сам отменил все свои запланированные выступления в нашей стране, так что непонятно, что ему бояться, когда он уже сам, в принципе, сжёг свои мосты. Далее Моргенштерн продолжает эту линию поведения и написал, цитата. Один вопрос себе задай, в тюрьму сядешь или за власть агитировать начнёшь? Все вы смелые, пока в безопасности. Но и тогда последовала довольно обширная реакция от Фейса. В своём телеграм-канале он написал огромный пост, где высказал свою позицию по поводу ситуации в Украине, а также напрямую оскорбил президента России и Али Шера. Закончил он такими словами. Вот теперь точно тема закрыта для меня, да и для всех людей в целом. Биф актёра и музыканта проигран актёром с треском. Это ваш великий ужасный шоумен, несите следующего. Али Шер с таким, конечно же, не согласился. Далее он продолжил гнуть свою линию и призвал Ивана высказать свою позицию именно в видео. Потому что с юридической точки зрения, текстовые посты в телеге могут и не относиться к конкретному человеку. Но Иван этого так и не сделал. Зато Али Шер показал новый сниппет и снова прошёлся по Фейсу. В прошлый как-то звук записался. Как во всех моих песнях. Давай. Окей. Мы записываем. Окей. Ей. Ей, ей, 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 ей. Пока ты продумываешь каждое своё слово, я пишу песенки одним дублем. В общем, Би всё набирает и набирает обороты. К нему подключаются уже со всех сторон. Вот, например, комментарий от Марьяны Ро, девушки Фейса. Вот что она написала в своём телеграмме. Я не поддерживаю всё плохое в этом мире, и, к сожалению, власть является таковой. Мне жаль, люди считающие меня предательницей, вы не в своём уме просто. Из-за мужчину своего я порву любого. Жаль, он мне запрещает руки об вас марать. Не так давно мы делали ролик, где рассказывали про реакции рэп-игры на конфликт между Фейсом и Мергенштерном. В комментариях мы увидели обвинение в нашу сторону из-за того, что мы якобы не объективно смотрим на ситуацию, вставляем только негативные высказывания про Фейса. Может быть и так, но мы честно пытались собрать все реакции на конфликт без каких-либо исключений, и так вышло, что общественное мнение чаще склоняется на сторону Алишера. Если мы не правы, просим вас кинуть реакции других исполнителей с иной точкой зрения в комментарии, тогда мы, возможно, исправим эту ошибку. А пока что отметим, что противоположное мнение, например, Локемина, мы в ролике показывали. Также мы рассказывали про реакцию Алины из группы Кис-Кис, которая не так давно отреагировала на конфликт Алишера Ивана. Вот что она написала, цитата. Боже, какой Мергенштерн и моральный лох. Не остался в стороне Экизара, который в этот раз написал не текстовый пост, а записал видео. Вот его высказывание. В общем, у Олега позиция осталась прежней, он не занимает ничью сторону. Но Мергенштерн тем временем переживает, наверное, не самые лучшие времена в плане здоровья, физического и морального. Вчера он выходил в эфир в очень пьяном состоянии, однако все же смог заанонсить новый материал, который мы все, конечно же, ждем. А на сегодня у нас все. Как вы думаете, как продолжится конфликт между Алишером и Иваном? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про подписку на мой личный канал по ссылке в описании. Ну а вы были на канале Убивай Би Пи, меня зовут Дмитрий Толченов, всем пока.